всем привет дорогие друзья с вами снова локомотив всем привет мы сейчас вам расскажем о том что ждет нас в ближайшие три дня да ну а ждет нас не что иное как полуфинальный этап кубка россии 2022 года и пройдет он не где-нибудь а на нашей арене в дворце спорта янтарной в калининграде ну а сейчас вы сможете немножко посмотреть мы выбрали специальный такой фон как наша арена готовится к этим матчем да не не часто вы видите арену пустой обычно она всегда заполнена и команды уже на площадках но сегодня наш фон немножко поменялся но уже через два часа арена живет через два часа начнутся предыгровые опробования команд первый начнет ленинградка из санкт-петербурга и что то наш первый соперник мы играем с представителем высшей лиги команды из гуатом из курска и наверное кто-то может сказать что локомотив действующий чемпион россии должен в легкую справиться с таким соперником но с одной стороны да наша команда конечно же явный фаворит этого матча но наверняка не все так просто не все так просто как правило с командами лигой и рангом ниже играть сложнее поскольку они выходят раскрепощенные играют показывают свой лучший волейбол над фаворитами как обычно давлеет требование результата держать свой уровень но порой сделать это очень и очень сложно но для нас эта игра наверное будет в первую очередь интересно тем что мы все идем дебюта нашей бразильской волейболистки нашего нового диагонального лорена тейшера которая буквально на днях присоединилась к нашей команде начала тренироваться и мы все очень надеемся что тренерский штаб выпустит ее на этот матч да посмотрим желаем ей удачи в любом случае приехала она в отличной форме сразу после финала чемпионата мира где завоевала серебро то есть действительно это многом говорит и об уровне игрока в целом но 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 с корабля на балу придется ей все-таки фактически сразу вступить в игру надеюсь не будет проблем с джет лаком с со сменой климата и часовых поясов желаем ей удачи и локомотиву тоже но на второй день кубка мы встречаемся с команды из санкт-петербурга ленинградкой где в составе команды две чемпионки мира этого года это баяна дырча и бранкица михайлович они присоединились команде тоже сразу по завершении чемпионатами даже успели сыграть один матч сразу вот кто с корабля на балта попал не заезжая даже домой пришлось им играть с минчанкой да это было очень быстро я думаю что но они профессионалы большие и я думаю что для них особого труда не составила но все-таки именно тот момент несыгранности с новыми людьми но наверное в этой игре сыграл злую шутку с командой в целом но я думаю что здесь они приедут во все оружие и будут бороться с локомотивом не за что-нибудь а за выход в финал четырех кубка россии я думаю что у них только такие задачи и цели поэтому будем настраиваться на эту игру и обязательно приходите матч будет достойнейший но мы вспомним что к сожалению один раз ленинградка уже не пустил у нас финал четырех кубка россии это было за прошлом сезоне именно ленинградки мы тогда проиграли в полуфинале причем здесь же в дворце спорта янтарной так что очень надеемся в этом году подобного не случится и удачи девушкам но мы всегда за красивый волейбол и я думаю что именно в этой игре его будет предостаточно но здесь наверное надо еще добавить что мы конечно говорим про и бранки ци михайлович и про нашу баяну но нашу потому что она дважды становилась серебряным призером чемпионата россии в составе локомотивы но пусть она сейчас не наша но все-таки мы ее прекрасно помним до сих пор любим но не только они ударная сила ленинградки наверно не надо забывать что там играет очень хороший диагональный анастасии горели до играет анастасии там уже не первый сезон то есть она такой общепризнанный лидер команды с очень большой эффективностью в атаке и в общей игре в целом поэтому да здесь не стоит списывать ее со счетов абсолютно несмотря на приезд двух легионерок очень и очень сильных лучших в мире буквально но анастасия тоже не не дает себя в обиду так скажем и каждая игра каждая встреча с ленинградкой для локомотива приходит приходится довольно сложной именно по причине игры уровня игры анастасии горелик но и мы обязательно вспомним аню мельникову ее самоседшие подачи не столько по силе сколько по неудобству для соперников аня не только играет уверенно на блоке сейчас да она и мучает соперников именно с линии подачи да но в целом маленький ленинградка очень хорошо укомплектована очень сильные игроки в составе команды ну и дело за малым сыграться найти свою игру поймать темп и навязывать сопернику борьбу ну а в третий игровой день мы встречаемся с динамо краснодар где тоже играет бывший игрок локомотива юля подскальная и все таки несмотря на молодость команды команда очень и очень непростая и я думаю что захочет она удивить калининград своей игрой в любом случае ну я хочу добавить что там не только юлия подскальная бывший игрок локомотива еще лера шевчук которые два сезона проиграла в нашей команде и выигрывала серебро чемпионата россии и сейчас она кстати одна из самых результативных игроков в составе краснодарской команды и у нее очень неплохой прием так что лера тоже доставит нам наверняка массу проблем поэтому да здесь такая команда смесь опыта и молодости но тем не менее они всегда демонстрируют очень яркий волейбол и настраиваются на каждого соперника вообще не выбирая абсолютно против кого они играют но уж против локомотива я думаю точно захотят показать свою лучшую игру но против локомотива все стараются показать свою лучшую игру доставляя в общем-то часто тем самым нам немало проблем но мы надеемся что лока справиться со всеми трудностями справиться со всеми соперниками и обязательно при поддержке наших любимых болельщиков которые являются седьмым игроком нашей команды да мы очень ждем вас на наших играх я напомню что игры проходят 28 29 и 30 октября во дворце спорта янтарный в калининграде первая игровая пара начинает 16.00 игры локомотива начинаются в 18.30 мы вас очень ждем приходите приходите болейте за локом будем побеждать вместе пока